всем привет сегодня мы с вами будем делать каталожную съемку используя недорогое оборудование то есть это не бронн колор не про фото это бюджетные моноблоки falcon ice sprinter 300 мы будем использовать моноблок со стандартным рефлектором и для начала направим его в потолок как видите у меня здесь белые стены и за счет этого я всегда могу получить мягкое практически бестеневое освещение что очень хорошо именно для каталожной съемки сейчас я приглашу модель и мы поснимаем а затем я расскажу как добавить объема в кадре очень простыми способами кратко скажу о настройках камеры все стандартно то есть iso 100 выдержка 1 160 секунды и диафрагма f8 для хорошей глубины резкости на камеру установлен синхронизатор то есть передатчик на моноблок установлен приемник итак давайте приступать как видите я направил моноблок в потолок немножко под углом и свет отражаясь от потолка будет давать очень мягкий рисунок то есть фактически у нас потолок превратится в огромный источник света больше любого софтбокса естественно для такой съемки нужно чтобы в студии был белый потолок и стены не обязательно белые но хотя бы без какого-то постороннего оттенка то есть нейтральная в цветной студии то есть цветными стенами вы неизбежно получите на изображении посторонний оттенок и это следует иметь в виду в таких случаях лучше использовать направленный свет но об этом мы поговорим в следующих уроках итак давайте поснимаем проверяю срабатывание вспышки все в порядке так вспышка у меня сейчас установлена на минимум и начинаем съемочку так вижу что у меня снимок получился сильно недосвеченный поэтому я прибавлю мощность пожалуй сразу ступени на 3 так прибавляю мощность снова делаю кадр так еще раз саш чуть-чуть волосы откинь с левой стороны чтобы они в лицо не лезли так замечательно как лицо сильно низко не опускай хорошо мы получили прекрасные кадры с мягким освещением фон у нас получился светло-серый что и требуется для каталожки далее я покажу как достичь большего объема в кадре если вы обратили внимание по краям у меня черные шторы то есть если я задерну их сейчас я это сделаю вот сейчас как видите шторы я задернул то есть по краям у нас получилось более темное пространство и объем кадра станет значительно лучше вы сами сейчас это увидите источник света у меня также направлен в потолок и так делаем снимочек отлично вот сейчас на видео вы видите попарно вставленные картинки и сразу можете увидеть насколько объем не у нас стало изображение то есть по краям появился темный контур и это дает дополнительный объем то есть в данном случае у нас темные стены отражаются в коже модели то есть до этого отражались белые стены соответственно освещение было практически без теневым сейчас отражаются темные стены то есть кожа модели работает как зеркало любые предметы при съемке или модели следует рассматривать как зеркало которое отражает все вокруг и сейчас еще один способ который я использую то есть я сейчас вот эти шторки уберу и поставлю черный флажок рядом с моделью и это также даст нам дополнительный объем в качестве флага я использую вот такой недорогой укрывной материал для грядок он продается в любом хозяйственном магазине и стоит по моему там рублей 300 или 400 за 10 метров и ширина его 3 метра то есть вот такого материала вам хватит и на фон и на флаге вот у меня перекладина просто вешаю этот материал даже ничем его не закрепляю так и нужно поставить поближе к модели вот таким образом подниму повыше вот сейчас будет отчетливо видно что у нас появится хороший объем сейчас я буду снимать по пояс где то то есть руки можно внести в кадр то есть да где то здесь отлично так немножко немножко флаг у нас в кадр заходит чуть-чуть отодвинься от него вот так хорошо так теперь лицо сильно в сторону не поворачивай вот 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 тогда хорошо так еще раз отлично теперь сделаем то же самое без флага то есть более крупный план и как говорится почувствуем разницу так саша то же самое чуть-чуть лицо сюда отлично отлично как видите разница по объему весьма и весьма существенная то есть те кадры где мы использовали черный флаг или шторы они выглядят значительно объемнее и контрастнее то есть вот такая простая техника съемки один источник и черные флаги в качестве флагов напомню я использую обычный укрывной материал для грядок он же у меня висит и на стенах то есть я купил сразу несколько упаковок и таким образом сделал себе вот такие занавески чтобы стены делать либо светлыми либо темными и также у меня хватило еще и на флаге на этом все с вами был Евгений Карташов одежда для съемки предоставлена модельером Александры Захаровой и с нами работала модель Саша Копрова за что и большое спасибо всем пока